Функций, возложенных законом о местном самоуправлении на администрации сельских поселений, множество. Быть главой сельского поселения – непростая ноша, весьма многофункциональная, требующая большой самоотдачи, сил и энергии работа, зачастую подразумевающая ненормированный рабочий день. Здесь личного времени почти нет. Приходится всегда быть на связи, знать обо всем, что происходит на территории поселения. Ведь в первую очередь на них лежит вся ответственность за жизнь и благополучие населения. Проще говоря, делать так, чтобы жители жили дружно, комфортно и благополучно. Что для этого делается в поселениях? О проводимых работах, проблемах и задачах мы поговорили с главами сельских поселений Кашхабльского района, а их у нас всего 9. Начнем с Ходзинского поселения. Ваша работа всегда на виду. Что вам, как главе поселения, уже удалось сделать? За прошедшие годы нам удалось, в принципе, немало. Это в первую очередь новый дом культуры на 300 мест построили. Это для жителей, для населения это очень важно. Сейчас там работают несколько кружков. Дети занимаются, человек 100. Это уже хорошо. Это уже дом культуры у нас работает. Также значимый ремонт моста у нас, который соединяет на главную дорогу Псибай-Майкоп. Сделали капремонт. 10 миллионов было выделено с резервного фонда кабинета министров. Сделан капитальный ремонт врачебной амбулатории. Тоже было выделено 10 миллионов рублей. В этом году у нас планируется новая модельная библиотека, которая будет располагаться в Доме культуры. Там же, туда же мы перенесем и музей Умара Тхабисимова. А на будущий год планируем строительство мини-фока. Это спортивный зал, где будет заниматься борьба, волейбол. Также планируем открытый спортивный комплекс, где футбольное поле будет, баскетбольное, волейбольное, беговая дорожка. В принципе, вот такие планы у нас на будущий год и что сделано. А вот в канун праздника, что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Конечно, терпения, здоровья, удачи. Дома, чтобы все было хорошо. Тыл, когда нормальный и на работе все нормально. Расскажи, в последнее время, что сделало в сфере благоустройства? Какие задачи удалось воплотить в жизнь для комфортного проживания? Ну, задач у нас очень много. Какую-то часть мы уже реализовали, какую-то часть мы пытаемся реализовать и идем к этому потихоньку плодотворно. Единственное, самый основной момент, что я могу оцентировать, это у нас дамба, берегозащитное сооружение, которое идет вдоль реки Лоба, 4 километра. В 2002 году у нас было серьезное подтопление, которое вся окраинная сила Вольна была затоплена, вплоть до центра дошло. И буквально в 2020 году была сделана эта дамба и уже есть определенное защитное сооружение для нашего села. А так, помимо этого, за период моей работы было огромное количество, конечно, работы сделано. И газификация хуторов, наших хуторов Кармально-Гидроицких-Шелковникова. И амбулаторий, также Кармально-Гидроицких-Шелковникова, также в Шелковниково-Новой амбулатории стоят. Разработаны проектно-смертные документации Шелковникова, клуб СДК и Кармально-Гидроицких СДК. Сейчас они в программе, единственное, сейчас мы их пересчитываем по новым расценкам, по новым нынешним ценам. И будем обратно в проект их обратно вводить. А так, в поселении немало сделано. Каждый год мы участвуем в программах. Это бюджетное инициирование, комплексно-развитие сельских территорий, это память Министерства сельского хозяйства. Это и детские площадки, и подвесные пути к социально значимым объектам, это и тротуары, и уличное освещение. На перспективу, на сегодняшний день у нас, в прошлом году мы запроектировали три объекта. Это дорога, хутор Кармально-Гидроицкий, подвес к социально значимым объекту, это школа. ФОК, физкультурно-развитительный комплекс в Селевольном, тоже запроектирован в прошлом году. Врачебная амбулатория тоже была запроектирована в этом прошлом году. В этом году уже идет реализация этих проектов, фактическое строение уже осуществляется. И до конца года мы должны реализовать все эти три проекта. Помимо этого, мы еще зашли в один проект, это бюджетное инициирование. Мы уже прошли конкурсный отбор, нам уже выделяют денежные средства на подъездной путь к этим объектам, строящимся сейчас объектам. Это асфальтное покрытие с бордюрами, ну, чтобы все гармонично, красиво смотрело, с уличным, также с освещением. По поводу благоустройства, делами мы занимаемся ежедневно, это расчистка, организация покосов, и так далее, и так подобное. На перспективу у нас тоже есть дальнейшие планы. Самая центральная часть – это уличное освещение, современное, с новыми лампами, с новыми столбами, тротуары, ну, чтобы людям было комфортно ходить в нашем сельском поселении. Также и детские площадки в других населенных пунктах у нас, и мы приобретали в каждой населенной пункте детской площадки, ну, в этот раз мы хотим также через эти все программы, через комплексно развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства, и Министерство финансов, это бюджетное инициирование, хотим, каждый год будем ходить в эти программы, чтобы реализовывать проекты детских площадок в каждом поселении, и уличных освещений тротуров, и так далее, и так подобное. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в экономии праздника? Крепкого здоровья – это на сегодняшний день самое актуальное. Каждую весну, а именно 21 апреля, отмечается совсем молодой, совсем-совсем, ему всего 10 лет, замечательный праздник, праздник День муниципального работника. Ну, так уж получилось, что ровно 10 лет назад я пришла в эту должность. Конечно, очень переживала, боялась, во-первых, потому что женщина, во-вторых, потому что у меня семья, дети. И 10 лет назад было очень страшно. Ну вот, прошли эти 10 лет, и, оглянувшись на прожитое, могу с уверенностью сказать, что нет должностей мужских и женских, есть должности, с которыми можно справляться так же здорово, как женщина, так и мужчина. За 10 лет сделано в моем поселении немало. Огромное спасибо хочу сказать своему коллективу, тем людям, которые со мной на протяжении всех 10 лет рядом, бок о бок. Мы с ними вместе всегда. На мероприятиях, на концертах, на праздниках, в буту, на работе. Мы с ними в сложные семейные и жизненные моменты разное было. Были и ураганы, были и смерчи. Мы все это вместе с ними заодно проходили. Огромное спасибо хочу сказать своим фермерам. Именно благодаря их помощи, взаимовыручке, много в нашем поселении делается. Да, федеральные программы, в которые мы вступаем, это здорово и хорошо. Но без поддержки наших местных ребят, фермеров, предпринимателей, и даже федеральные программы нам не по плечам. Что большое, грандиозное сделано в моем поселении. Но это, прежде всего, конечно, проведен газ на хуторе Казино Кужорский. Уже более 4 лет мои хуторяне с газом. В их домах тепло, светло и уютно. Построен практически новый дом культуры на хуторе Казино Кужорском. И совсем по-другому там заиграла жизнь, совсем по-другому стали жить даже пенсионеры, которые радуются тому, что все выходные, воскресные дни с дома культуры льются задорные песни и танцы. Также на хуторе Казино Кужорском сделан по федеральной программе качественные дороги сделан ремонт километра автодорог. Что будущее нас ждет в моем поселении? Мы хотим вступить в следующий год в программу КРСТ комплексное развитие сельских территорий. Самое главное, самое важное, думаю, для моего поселения, для района в целом, это, конечно, капитальный ремонт здания дома культуры. Мы очень надеемся, что на следующий год мы вступим в эту программу. Вся документация, вся техническая часть у нас готова. Также на следующий год мы планируем строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы. Также по программе качественные автодороги отремонтируем отрезок автодороги на протяжении километра в центре села Натырбова. Ну и то, что делается нами ежедневно, ежечасно, это и уборка территории, это и палисадники, клумбы, памятники, лесополосы. Всего не перечесть, что делается нашими руками с помощью бюджетной сферы. Еще раз хочу поздравить всех своих коллег, всех своих сотрудников с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья и надеюсь, что все, о чем мы мечтаем, все, что мы хотим, воплотится в будущем. За последние шесть лет сделано было, конечно, немало. И перед тем, как начинать какие-то работы, естественно, мы сделали дизайн-проекты для того, чтобы посмотрели, как поселок выглядит и что и где нужно сделать. Определили первоочередные задачи и начали с нашего памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, которые защищали нашу родину. Сделали полностью капитальный ремонт данного памятника, с него мы начали. После этого начали благоустраивать центр, сделали полностью улицу, дорогу, освещение, тротуары. Очень большую сумму на него потратили по госпрограмме. Кроме этого сделали капитальные ремонты многоквартирных домов. В двух домах полностью поменяли электропроводку, в четырех домах поменяли полностью кровлю, в двух домовладениях поменяли фасады, окна подъездов, двери, карнизы и так далее. То есть работа была проведена очень большая. Кроме этого сделали дорогу к школе. Никогда дороги не было. Вот наконец-то в этом году за сколько лет люди увидели и детки хорошо по тротуару идут нормально к школе. Планы дальше очень большие. Вот на сегодняшний день у нас идет строительство нового дома культуры и новой врачебной амбулатории, чтобы людям удобно было в нормальных условиях и отдохнуть, и полечиться. На будущее планируем к этим объектам сделать новую дорогу. На данный момент делается проект. Также не хотим отставать от других поселений и сделать спортивные сооружения. Для этого земельные участки уже запланированы. И я надеюсь, что в ближайшие 2-3 года мы построим физкультурно-оздоровительный комплекс закрытого типа и физкультурно-оздоровительный центр открытого типа, для того, чтобы можно было заниматься в любое время года. Также мы планируем дворовые территории. У нас уже в трех дворах ремонт сделан. То есть реконструкция дворовых территорий с установкой детских площадок, зон отдыха. На следующий год планируются следующие дворовые территории и так далее, пока мы все дворы полностью не обеспечим игровыми площадками, стоянками для автомобилей, зонами отдыха, лавочками, урнами. Что вас как глава особенно волнует в развитии поселений? В развитии поселения, во-первых, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Это в первую очередь. Ну и второй вопрос, который, к сожалению, мы пока не можем решить, это трудоустройство. Потому что, когда отдыхать хорошо, красиво, это да, но людям нужно зарабатывать и на что-то жить. Поэтому основной вопрос – это трудоустройство. Поэтому мы пытаемся сделать новые объекты. Любой новый объект, естественно, предусматривает новые рабочие места. Поэтому, чтобы совместить одно и другое. Вы регулярно проводите приемы граждан под личным вопросом. С чем сегодня приходят люди? Ну, люди приходят по разным вопросам. У нас особенность нашего поселения заключается в том, что у нас и частный сектор, и многоквартирные дома. Поэтому здесь есть и управляющая компания, и люди приходят по разным причинам. Одни по проблемам в многоквартирном доме, то с отоплением что-то не так, то канализация. Более 40 лет капитальных ремонтов не делалось, и поэтому проблемы с каждым годом наращиваются, наращиваются. Поэтому люди вот в основном с этими проблемами приходят. В основном с многоквартирных домов. И вот вопрос, быть главой сельского поселения не просто. Кто является поддержкой? Ну, на данный момент у нас есть актив в поселении. Также Совет народных депутатов, который помогает. И можно сказать, что мы с населением связь держим через наших местных депутатов. Потому что все, что есть у людей, не каждый может прийти в администрацию. И поэтому через депутатов они до нас доносят насущные вопросы, с которыми мы потом и в проекты входим, и везде. Кроме всего этого прочего, все, что собирают, вот люди, допустим, до нас доводят, что необходимо там построить дорогу, там построить какой-то объект. С этими вопросами мы выходим, соответственно, на район. Район выходит на республику. И поэтому здесь уже идет дальнейшая поддержка со стороны администрации района, в том числе главы района Заура Аскорбевича Хамирзова. И также республиканских властей, которые воплощают все это в жизнь и выделяют денежные средства, пробивают и так далее. То есть все это в совокупности как раз приводит к таким результатам, которые есть на сегодняшний день. 21 числа день работников муниципалитета, поэтому хотелось бы всех коллег поздравить с наступающим праздником. Здоровье, счастье. Самое главное это здоровье. Ну и естественно, чтобы семьи их поддерживали так же, как поддерживает и население. С момента вступления в должность в октябре 2020 года удалось произвести некоторые преобразования в своем поселении. Такие как строительство фельдшерско-гушерского пункта в 2021 году, потом модельной библиотеки в Доме культуры на втором этаже в рамках национального проекта «Культура». Строительство детской игровой площадки по улице Северная в рамках бюджетного инициирования. Строительство двух остановочных пунктов по улице Шоссейная. Подвели электричество к природно-историческому памятнику Псенацук, чтобы в дальнейшем расширять, чтобы у отдыхающих была возможность воспользоваться электричеством, освещением, чтобы все культурно было, красиво. И в будущем, конечно, планируем дальше развивать эту территорию, благоустраивать, чтобы каждый отдыхающий мог и в последующем вернуться с гордостью за эту территорию. Ежедневно стараемся содержать дороги местного значения, точно так же, как и уличное освещение. Бывает, сегодня выгорела одна лампочка, приходится реагировать на это, потому что отсутствие освещения негативное сказывается на удобство и для жителей, а так же для правил дорожного движения, то есть для автолюбителей. Помимо этого, в будущем планируем активно участвовать в региональных и федеральных программах, потому как они дают огромную возможность для развития сельских территорий. Не надо вкладывать свои финансовые средства, как говорится, за счет федеральных и региональных средств можно устранять те или иные недостатки, развивать поселение, благоустраивать. Будем активно пользоваться этой возможностью и принимать участие. На этот год запланировано асфальтирование улицы Сальмана-Болокова в рамках комплексного развития сельских территорий. Протяженность улицы составляет 1100 метров. Помимо этого, хотим и очень надеемся, что повезет строительство так называемой «умной площадки». Это на территории среднеобразовательной школы. В планах пока есть, но в ближайшие недели-две, я думаю, все прояснится. Очень надеемся на положительное разрешение этого вопроса. Это в дальнейшем позволит приобщить большее население к спорту, физическому занятию. Пользуясь моментом, хочу поздравить своих коллег с сегодняшним днем, днем работников местного самоуправления, пожелать большого здоровья, исполнения своих планов, чтобы все у всех получалось, здоровья крепкого всем и мира, конечно. Сегодня у нас праздник, день работников местного самоуправления. Ну, наверное, никто особо такое значение не придает этим праздникам, и люди не знают, что это такое. Но это все-таки значимый праздник в жизни каждого поселения. Сельские поселения примерно образовались где-то в 90-е годы, и за это время задача их стояла как бы больше придать благоустроенный вид территории населенных пунктов. Так вот, в эти задачи, в общем, это основная задача всех сельских поселений. И в настоящее время государство у нас уделяет поселениям очень большое внимание. Организованы различные программы, в которых и наше поселение принимало участие. Вот за последние годы была очень хорошая программа комплексное развитие сельских территорий. Она, конечно, и сейчас существует, эта программа. В рамках этой программы у нас в хуторе было расчищено русло реки. Мы сейчас как бы в более спокойном положении находимся, защищены от паводков. У нас в рамках этой программы полностью газифицирован весь населенный пункт. В текущем году вот мы подключаем последние дома. Это 64 дома имеют возможность подключиться к газу. Построена, вот мы сейчас находимся на территории, прилегающей к Дому культуры. Она у нас начинает тоже благодаря этой программе благоустраиваться, эта территория. Видите, принимает такой ухоженный ветвь. И мы, конечно, эту всю работу продолжим. У нас будет построено в ближайшие годы по главным улицам, по нашим, по Лениной, по прямой. Будет тротуар, освещение. Будет в ближайшие годы отремонтирован ДК. В 2023 году у нас будет построен АФАП, фельдшерский пункт. Будет продолжено благоустройство памятников. И, в общем, хутор с каждым годом будет преображаться. Вот такие у нас планы. И как бы все это недалеко, это все реализуется. Это все будет как бы не фантастика на самом деле. И вот в такой праздник хочется пожелать всем здоровья, мира. Чтобы у нас не было войны. Чтобы каждый хутор, каждый населенный пункт, каждый ребенок, каждый взрослый старик чувствовал себя в своей стране комфортно. Чтобы все были счастливы. За время назначения главой поселения, Дмитриевского поселения, да, вот много преобразования в поселение было, как бы, сделано. Что касаемо капитального ремонта ДК, хутора Дмитриевские, много проектов на будущее, вот, которым мы уже сегодня, как бы, готовы. Благоустройство дворовых территорий сделано в поселке Дружба. Дорога к этому же ДК сделана по федеральной программе. Потом берегиукрепительные работы в поселке Дружба и аулы Хачимзи. Два ФАПа на территории поселения в хуторе Политодел было построено и в комсомольском поселке. На сегодняшний день проведется газификация хутора Красный Фарс. Буквально в скором времени завершится. Водопровод в хуторе Красный Фарс должен был проложен. Что, если касаемо планируемых работ, то планируется также по федеральной программе две дороги. Это улица Центральная в поселке Дружба и в хуторе Политодел построенного нового ФАПа. До ФАПа тоже будет сделана дорога. Аналогичная, как в Дмитриевском. Капремонт СДК аула Хачимзи. Спарзал, физкультурно-оздоровительный комплекс тоже планируется. Да, и, кстати, на сегодняшний день еще амбулатория в поселке Дружба у нас сейчас строится из строительств таких масштабных. В завершение, что хочется сказать, как бы 21 апреля всегда отмечалось за эти 10 лет день местного самоправления. Хочется пожелать своим коллегам крепкого здоровья, огромного терпения и удачи во всех начинаниях. И благодарность высшестоящим районному руководству, которое нас ни на одну минуту не оставляет, всегда в поддержке, взаимосвязи, взаимопонимании. Всех ствазников. Руслан, вот за время вашей работы в качестве главы поселений сделано немало. Это и благоустройство, и не только. Какие более значимые, на ваш взгляд, мероприятия вы бы хотели отметить? На сегодняшний день реализуется программа Министерства сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой уже начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ауле Игрухай. Стоимость проекта 56 миллионов. Надеемся, что этот комплекс станет местом притяжения не только молодежи, но и всех жителей нашего Аула. Также по другой программе бюджетное инициирование в центре Аула Игрухай завершается строительство зоны отдыха, так называемого сквера. Надеемся, что этот сквер обрадует наших жителей и также станет местом отдыха. В этой программе бюджетное инициирование наше поселение участвует не первый год. В рамках этой программы построена в прошлом году детская игровая площадка. В 2020 году также построили еще одну детскую площадку. Реализация данного проекта оказалась возможной очень большой поддержкой местных жителей, которые внесли свой весомый вклад в финансирование данного проекта. Кстати, это является обязательным условием этой программы. Мурат, вы уже как месяц являетесь главой кашкарского поселения. Я уверена, что за это время у вас сложилось общее впечатление о проблемах и перспективах поселения. Что можете сказать о том? Добрый день. Конечно, да, неполный месяц, но за этот месяц, этот месяц даже выдался, так сказать, нескучным. У нас было открытие прекрасной мечети. К сожалению, до открытия мечети у нас был сильный ураганный ветер, который принес нам проблемы, но мы стараемся их решать. Я скажу, что основные задачи – это, конечно, улучшить жизнь населения, улучшить жизнь поселения своего жителей, работать во благо этого. Проблемы, касающиеся, например, дорог. Очень много внутрипоселковых дорог, где вот я… Это мое видение, я смотрю, я как человек новый, со новым взглядом пришел. Тротуаров нет. Вот освещение и тротуары. Это именно… Есть такие дороги, где люди ходят по вечерам, в вечернее время, и они не оборудованы ни освещением, ни тротуарами. Как говорится, на все это, конечно, нужны финансы. Желание у нас огромное работать, что и у меня, что и у коллектива. Но без средств нужно не словами, а подтверждать делами. Но стремление у нас такое. Дальше, конечно, продолжить то, что было начато и проведена серьезная работа и предыдущим главой поселения, и командой, и жителями совместно по благоустройству нашего аула. Да, он один из самых красивых аулов. Земля, которую мы любим, место, в котором мы родились, связали свое будущее, я лично вот связал на сегодняшний день свое будущее с родным аулом, за который у меня всегда болит душа и сердце. И я думаю, что мы продолжим вот эту работу на благо аула. Во-первых, пожелаю огромного здоровья, потому что в таком ритме работать – это круглые сутки быть на чеку. Для этого нужно огромное здоровье и энергии. Поэтому я пожелаю каждому из сотрудников, работников местного самоуправления здоровья, благополучия, конечно же, достатка всеми и успехов во всех начинаниях. Я думаю, этот праздник не только праздник работников, но и жителей поселений в целом. Потому что я считаю, что мы одно целое. Сами работники поселений самостоятельно, да, могут какие-то начинания делать, но без поддержки населения, без совместной работы ничего толкового не получится. Поэтому, если мы вместе, работы, которые начинаются, они будут завершены быстрее, сообща. Поэтому поздравляю не только работников местного самоуправления, но и жителей поселений. Хотел бы поздравить всех нас с этим замечательным профессиональным праздником. Местная муниципальная власть, она ближе всего к народу. Если у кого-то какие-то проблемы, прежде всего люди обращаются в сельское поселение, муниципальное образование. Я хотел бы поблагодарить всех вас. Работа зачастую очень сложная, нервная, трудоемкая. Я считаю, что мы все занимаемся очень нужным делом. Вы все прекрасно видите, какие извинения за последние несколько лет происходят и на территории ваших сельских поселений, и на территории муниципального образования, естественно, в республике. И в этом, несомненно, ваша заслуга. Потому что иногда разговариваем на повышенных тонах, иногда недовольны друг другом. Но результат всегда нивелирует все те сложности, через которые мы с вами проходим. Вот сейчас активное участие принимаем в комплексном развитии села. Уже началось крупное строительство. Мы надеемся, что и в следующем году вот те все начинания мы продолжим. Продолжим благодаря именно вашим усилиям. Поверьте мне, я говорю очень искренне. Каждого из вас я очень ценю. Поэтому хотел бы еще раз поздравить всех вас с этим замечательным профессиональным праздником. Всем крепкого терпения, крепкого здоровья. И, естественно, удачи, оно всем нам очень-очень придаёт.